В преддверии прошлогоднего чемпионата мира по футболу особое внимание было приковано к подготовке площадок для проведения матчей. В Свердловской области проводилась масштабная реконструкция центрального стадиона столицы Среднего Урала. Екатеринбург-арена должна была стать не просто спортивным символом нашего региона, но и показать всему миру, что Россия и Урал умеют достойно встречать гостей, обеспечить их безопасность и комфорт. Весь процесс был на контроле региональных властей и результат говорит сам за себя. Большинство видит лишь внешнюю часть этого колоссального сооружения. Максимум бывает на трибунах. Однако благодаря компании Ростелеком нам удалось побывать внутри Екатеринбург-арены, увидеть как устроена ее сложнейшая инфраструктура. Но вернемся к внешнему виду сооружения. Несмотря на его общую современность, при реконструкции было принято решение во что бы то ни стало сохранить те элементы архитектуры, которые являются хранителями истории стадиона и города в целом. С любовью и уважением они были отреставрированы и гармонично вписались в современные конструкции, которые словно защищают своих предков. Но давайте пройдем внутрь и оглядимся в огромной внутренней чаше, которая способна вместить более 35 тысяч зрителей. Место, которым приковано их внимание – футбольное поле с уникальным покрытием из специальной живой травы. Кстати, даже журналистам запрещено на него выходить. Это право имеют лишь игроки и гринкиперы – люди, которые профессионально следят за состоянием покрытия и очень обижаются, когда их называют агрономами или садовниками. Современная система подогрева и полива позволяет траве зеленеть фактически круглогодично, а это особенно важно с учетом капризной уральской погоды. Комфортабельные трибуны позволяют удобно болеть за любимые команды. Действуют лифты, оборудованы места для людей с ограниченными физическими возможностями. Единственная зона, в которую придется подниматься пешком – дополнительные трибуны, которые изначально планировалось демонтировать после мундиаля. Но пока этот вопрос откладывается, мы боремся за право проведения летней универсиады 2023. И область имеет очень высокие шансы принять этот международный спортивный праздник. Да и сотрудники стадиона уверяют – сделано на века. Очень много внимания уделено безопасности. За время проведения чемпионата мира не было ни одного значимого происшествия. Стадион оснащен системой видеонаблюдения и распознавания лиц. Ее работа уже дала свои плоды. Нескольких болельщиков, известных своим вздорным нравом и имеющим запрет на посещение матчей, аккуратно вывели со стадиона. Особое впечатление на сотрудников произвел матч, где играла сборная Япония. После игры ее болельщики вытащили мусорные пакеты и аккуратно убрали за собой. Отличный пример для всех и не только болельщиков. Особый интерес, конечно же, вызывают помещения, где до и после матча проводят свое время футболисты. Интересный факт – раздевалка, в которой находились на мундиале спортсмены французской сборной, ставшей чемпионом мира, сохранена и даже имеет таблички с именами футболистов именно на тех местах, где каждый из них переодевался. Достопримечательность вызывает большой интерес у гостей стадиона, которые, не удержавшись, фотографируются на местах своих кумиров. Раздевалки оснащены, что называется, по полной программе. Рядом с ними находятся душевые, тренерская комната, современный массажный кабинет и многое другое. Особое внимание у нас и наших коллег вызвал аппарат по производству льда, в который футболисты после игры погружают уставшие ноги. Выяснить, можно ли употреблять его в качестве добавок к коктейлям, нам так и не удалось. Нам рассказали один интересный факт о досках, на которых тренеры размечают план будущего матча. Оказалось, что даже после игры эта информация должна оставаться в секрете. Был случай, когда одна из команд забыла стереть с доски свои планы и пришлось в срочном порядке возвращаться, чтобы исправить упущение. Еще одна фишка – оборудованное помещение для предматчевых тренировок. Такое есть не везде. Зал для послематчевых пресс-конференций во время, когда игр нет, активно используется для проведения мероприятий даже неспортивной направленности. Различного рода конференции и корпоративные собрания часто проводятся в помещениях Екатеринбург-арены. Конечно же, журналистов заинтересовало устройство «Вип-ложь», куда нас любезно пустили сотрудники стадиона. На кадрах видно, что условия там созданы самого высшего класса. Но сотрудница стадиона удивила нас. Оказывается, есть еще и, так сказать, «Вип-вип-ложа», из которой можно попасть в ложу президентскую. Туда нас, конечно, не пустили. Даже у сотрудников стадиона допуска для этого не имеется. В целом, увидев все своими глазами, мы убедились, что огромная работа по реконструкции Екатеринбург-арены проведена на отлично, и средства, вложенные в это, полностью оправданы. Впрочем, в этом вы можете убедиться сами, придя на главный стадион региона на матч любимой команды.